Всем привет! Совсем недавно могли видеть обзор на данный аппарат. Сегодня аппарат помимо электродуговой сварки совмещает еще функцию полуавтомата. Но этот аппарат тоже пока что без газа работает. Но для бытовых задач, как видим, аппарат прекрасно варит. Видим неплохие результаты. В общем, сейчас максимально подробно рассмотрим. Всем приятного просмотра! KKR24 Technologies На экране можете видеть название данного бренда. Ну и соответственно название модели. Flux, соответственно работа с флюсовой проволокой. Для общего представления габариты упаковки также у вас на экране. Сейчас разберем и комплектацию поставки. Видим, хорошо уделяется внимание качеству транспортировки. Такой приличный слой уплотнительного материала. И как результат посылка в целости и сохранности. Будем начинать обзор с горелки. И здесь видим прорезиненный рукав. Неплохое качество пластика. И данная горелка имеет вот такой крючок. Можно повесить. Внутри уже сразу стоит электрод на 0,8 мм. Который также при желании в зависимости от проволоки можем менять на 1 мм. Ну и разъем вот такой габаритный. Внутри которого мы можем видеть отверстие для прохода проволоки. Ну и дополняющий разъем для управления подачей проволоки. И длина здесь порядка чуть более 1,9 м. Ну и вот такое сечение разъем. Катушка с минимальным количеством проволоки. Далее идет руководство пользователя. И две запасные наконечники сечением под проволоку 0,8 и 1 мм. Руководство пользователя, к сожалению, только на одном английском языке. Хотя разобраться здесь, думаю, не составит большой сложности. Из основных параметров. Вес устройства 7 кг. Рабочий диаметр катушки 100 мм. Скорость подачи проволоки от 2 до 11 м в минуту. Входное напряжение 220, хотя по факту уже 230. И частота здесь 60 Гц. Ну и максимальный ток, который потребляет устройство в 27 амперов. И выходное напряжение без нагрузки 60 вольт. Ну и основные параметры выходного тока от 35 до 155 амперов. Здесь также определенные параметры тока, параметры выходного напряжения. И примерное сечение заготовки при применении сварочной проволоки в 1 мм. Ну и точно такая же таблица для проволоки в 0,8 мм. В общем, руководство пользователя есть еще много всего полезного. Далее смотрим. Вот такая щетка для чистки. А вот провод массы здесь, как видим, все сделано достаточно добротно. Для надежной фиксации применяется упругая пружина и имеет довольно тугой ход. То гарантирует надежное крепление с заготовкой. Для более качественного прохождения тока, видим, применяются медные вставки. Длина такого зажима составляет 17 см. И максимальный хват почти 5 см. В общем, довольно крепкий зажим массой и такой диаметр сечения. Провод 12 квадратов. И провод действительно достаточно толстого сечения. И длина данного провода составляет чуть более 1,9 м. Далее в качестве дуговой сварки видим держатель электродов. Разъем предположительно отражает полярность. Ну и провод снова 12 квадратов. Хотя, несмотря на то, что провод достаточно гибкий. Но при этом паяльник все-таки оставляет следы. И применение здесь резины маловероятно. Хотя при этом провод является достаточно эластичным. Держатель электродов всего 20 см. Но при этом имеет очень тугой уход. Что гарантирует надежное крепление электрода. А так видим соответствующую насечку. И электроды можно крепить под разными углами. И материал, который здесь применяется для литья. Как видим, начинка не соответствует цвету. Но при этом все сделано из достаточно прочного материала. Но при этом проволока, несмотря на довольно толстое сечение. Здесь, к большому сожалению, как и в большинстве аналогичных товаров с Китая красного цвета. Это всего лишь покрытие. И данный держатель, если верить, позволяет коммутировать ток до 200 амперов. Ну и длина такого провода уже чуть больше двух метров. Сам блок инвертора имеет достаточно большой размер. Габариты снова у вас на экране. Для удобства транспортировки имеется крепкая ручка. И несмотря на большие размеры, аппарат одной рукой достаточно легко перемещает. На лицевой части в центре располагается тумблер. Переключение типа режимов сварки. Всего три положения. Слева располагается индикатор тока. Рядом с ними и две светодиодные индикаторы, которые отражают режим работы аппарата. Ну и справа регулятор, который соответственно может задавать значение параметра тока. Спереди и сбоку расположены вентиляционные отверстия. Снизу расположены гнезда. По бокам силовая часть. И по центру гнездо управления подачей проволоки. На обратной стороне снизу принудительная система охлаждения. И сверху тумблер включения-выключения устройства. Ну и соответственно параметры режима работы для каждого типа сварки. На корпусе также видим есть дополнительный выход заземления. Собран аппарат на таких винтах под шестигранник либо отвертку. Ну и с верхней стороны вот такой блок предупреждения и мер предосторожности. Отсек для загрузки катушки. Мой экземпляр как видим идет с небольшим дефектом. Хотя это все устраняется легко. Ну и теперь прежде чем начнем варить еще и заглянем в начинку аппарата. Для этого сперва откручиваем кучу винтов. Далее обязательно придется снять ручку. Здесь также скрываются два элемента крепления. И первое что бросается в глаза двигатель на 24 вольта. Довольно приличного размера и катушка индуктивности. За которым также просвечивается большой конденсатор. Не знаю видно отсюда или нет. Ну и соответственно мощные блоки радиаторов. На сборке видно есть маркировка компонентов. С обратной стороны видим механизм подачи проволоки. В данной начальной ценовой категории. К сожалению все это пока что сделано из пластмассы. И основной механизм подачи подшипник. И основной ролик с двумя канавками под разные сечения проволоки. Для заправки катушки откручиваем данный механизм. Одевается все очень просто. Ну и при фиксации проволоки обязательно до включения прибора есть смысл убедиться в правильном расположении проволоки в канавке. В общем избежать проблем с подачей проволоки. Кабель питания аппарата здесь видим отличное сечение 3 по 2,5 квадрата. И вот разъем здесь смотрим. Ток указан всего 16 амперов. Хотя аппарат способен потреблять значительно больше тока. Первое включение смотрим. Включается постоянная система охлаждения. Зеленый светодиод подсказывает режим готовности аппарата к работе. Регулятор здесь настраивается достаточно точно. И можно установить значение вплоть до точностью в 1 ампер. Ну и напряжение для электродуговой сварки как видим более чем 60 вольт. Первый тест будем проводить на более низком токе в 25 ампер. Это конечно слишком маленький ток даже для электродов в 2,5 мм. Но в любом случае будем фиксировать ток и будет полезно при сварке тонкостенных элементов, например, грушителей и так далее. Но попытки тока видим иногда переваливать даже за 50 амперов. Ну и естественно на таком низком токе варить не получится. Пробуем ставить на 50 амперов. Здесь уже дуга зажигается гораздо лучше. Гораздо лучший контроль. Но при этом ток гуляет в пределах 50 и 60 амперов. Но при этом как можем убедиться дуга зажигает отлично. Далее ставим ток 90 амперов. Здесь уже смотрим ток еле поднимается больше 80 амперов. Хотя здесь уже варит повеселее. Ставим параметры еще в одно положение 100 амперов. Здесь смотрим ток уже 85 амперов. Скорее всего потенциометр настроен неправильно на показании тока. Но даже с таким значением тока 85 амперов уже смотрим значительно лучше. Зажигает дугу и спокойно держит нагрузку. Вроде как неплохо, но опять же чувствуется нехватка полного контроля от дуги. Теперь попробуем еще раз параметр уже с значением 125 единиц. Именно единиц, а не тока, поскольку здесь сейчас можем видеть настоящий ток это порядка 100-105 амперов. То есть отличный параметр тока для работы с электродом сечением 3 мм. Ну и как видим полноценный быстрый старт и нет никакого залипания. Все варит как и положено. Так что ориентироваться на ток судя по индикатору точно не получится. И у кого большой опыт, так и на ощупь можно быстро определить правильное горение дуги. А так сам факт как того что отлично варит, видим все идет четко и результаты здесь на мой взгляд для такой ценовой категории более чем достойные. То есть при желании как видим можем создать с помощью данного аппарата отличный сварочный щов. Или как вариант точечным методом. В любом случае очень хороший контроль над сварочным процессом. Теперь пробуем параметры работы с проволокой. Переключаемся в режиме МИГ. Устанавливаем самое минимальное значение тока. Но как видим нужно очень точно контролировать, дозировать. Хотя все равно такую тонкую пластинку быстро прожигает. Пробуем листы более толстого сечения. Здесь конечно ничего не прожигает. Можно поднимать ток. В общем можно подбирать, настраивать и более точно контролировать процесс сварки. По данному методу сварки пока что опыт только-только пытаюсь освоить. Но как заметил на качество результата аппарат очень требовательен. Как по установке параметров тока, так и по выбору флюсовой проволоки. Несмотря на то, что режим полуавтомата будет больше пригоден для сварки более тонкостенных материалов. А так точечным способом пока все еще сложно освоить. А вот режим непрерывной сварки показывает довольно-таки неплохой результат. По аккуратности конечно еще надо постараться, но как видим удается положить неплохого качества шов. Пробуем еще раз. И как видим результат довольно-таки неплохого качества шов. Подводя итоги, лучшие стороны данного аппарата, во-первых это неплохой внешний вид. Второй такой более важный параметр это полностью разъемные провода. Для тех, кому например варить много электродуговой сваркой, нет никакого смысла с собой постоянно таскать горелку от полуавтомата. Точно так же и наоборот. Поэтому здесь так же все отлично продумано. Те, кто пользовались таким аппаратом, можете оставить отзывы в комментариях. Следующее видео на тему сварки будет посвящено более серьезному аппарату. В целях поддержки развития канала не забывайте ставить лайки. Спасибо всем за просмотр и до новых встреч.